Добрый день, ребята! Мы с вами пришли на завтрак. Смотрим, что здесь. Разные йогурты, боролочки, пироги, повидло, кроссы. Казаны. С каждым разом все труднее и труднее вставать, ребята. А вот и тоже лежат многострадаческие. Поэтому, ребята, мы сейчас завтракаем и едем сегодня в Ватикан. Как и мне скажешь, но это все похоже на огромнейшую очередь. Мы уже идем минуты три и она не кончается в государстве Ватикана. Вот, ребята, мечтой во все детство туда попасть. И вы не поверите. Но я сейчас туда подхожу. Для Ватикана нам дали новый приемник. Смотрите, какой красивый. Зеленый-синий, зеленый-зеленый. И зеленые наушники, ребята. Лишь бы они остались хорошие, я ими бы пользовалась. Они такие красивые. Вот, антенна. Это приемники Папы Римского. Поэтому мы отдельно тут. Тут один канал всего лишь. Сейчас будем заходить в Ватикан. А это зал карет, ребята. Какая же здесь красота. А там спереди лошади и золотая карета. Седло. Видите, какие модернизированные кареты. Очень красивые. Все кареты, конечно же, под руководством Папы Римского. А тут у нас машинки. Это же просто шедевры. Антиквариаты. Посмотрите. Мы набрали водичку в фонтанчике. Как будто бы священная вода. Это шишка. А здесь крутящийся шар. Видите? Цветочки красивые. А около шишки это похоже на жар птицу, но это птица Феникс. Посмотрите. Музы. Музы театра. Музы музыки. Музы танцев. То есть, музы искусства. А сверху очень-очень красивый потолок. Посмотрите. Кстати, когда мы дойдем до Санксинской капеллы, мы не имеем права там снимать. Там даже нельзя разговаривать. Поэтому я не смогу показать Санксинскую капеллу вообще. Потому что даже фотографировать там нельзя. Ребят, мы в зале Габелена. И здесь какой-то оптический обман с Иисусом Христом. Когда мы с этой стороны, он смотрит в эту сторону. Когда мы идем в центр, он смотрит в центр. А когда мы проходим сюда, он смотрит сюда. Вот такой вот оптический обман. Мы находимся в базиликах в соборе. Это святой Павел. Тут люди молятся. И могут сидеть на коленях. Это нормально. Вот такая красота вокруг. И это все настоящее. Ребята, а это последняя квартира. Рафаэля. Рафаэль был очень болен. Врачи ошибочили. Ему пустили кровь. И три дня он боролся в агонии. И дописывал свою квартиру. Но квартиру не успел. Он успел сделать только верхушку. А внизу докрашивали все его ученики. Представляете? Мы посмотрели здесь святых. Кирилла, Ольгу, Владимира. Это базилика, напоминаю. Базилика Ватикане. Вот тут балкон благословения, где по-римски стоит обычно эта площадь. Вот вы посмотрите, какая очередь. Какая очередь. Какая очередь. Они пришли в 7 утра. Посмотрите, пожалуйста. И у них все стоят и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Вы сами понимаете, такая очередь. Мы в группе прошли без очереди. Это здорово. Сейчас будем выходить из Ватикана. Зайдем в папский магазинчик. Чтобы не отставать от группы, я пройду через... Через там. Отлично. Такая вот очередь здесь. Мы между Римом и Ватиканом сейчас идем. Видите, это моя команда. Слева Ватикан, а справа Рим. Я думаю, это подобно чуду света. Да. Это просто чудо. Смотрите, это Ватикан, а это уже Рим. Круто. Бу-джорно, друзья. У нас сейчас время обеда. Мы едем с Ватикана в город Осизи. Осизи – это город монахов. И вроде бы наша экскурсия будет везти монахов. Итак, что на обед у нас? Это арбуз. Вот такой вот напиток в прошлом году, когда мы останавливались в Италии. Я в нашем мини-баре такое видела, но я его так и не попробовала. И вот такие вот мутылочки, смотрите. Здесь вот этот напиток, помните, который трубочку мне сначала не дали. Вот здесь даже с трубочкой только потолще. И палочки мыкать шоколадную. Ясно думаю, что все это знают. Если вы это видели, мы взяли два. Потому что вдруг будет очень вкусно. Это чей-то салат, я даже не знаю. Он просто пустой. Там ничего уже нет. Так что все, кто кушает приятного аппетита, мне нужно поменять карту памяти. Ребята, мы тем временем приехали в Умбрию, в район Умбрия, в город Асизи. Город Асизи – это самый духовный после Ватикана город во всей Италии. Даже все паломники сюда приезжают. Смотрите, какая красота. И еще, кстати, у меня кончилась память. И теперь я буду снимать на этот фотоаппарат. Но не факт, что получится много. Потому что память тут тоже на исходе. Из-за многого количества фотографий, которые я делаю. Поэтому, ребята, что-то чуть-чуть буду снимать. Что-то скажу. Флаг красно-синий. Потому что город делится на две части. Низы и верхи. У верхов красный цвет флаг. У низов синяя часть флага. Вот, ребята, посмотрите, пожалуйста. Это базилика. Святой Франциск Азизский. Организовал этот собор, базилику. И восемь веков он уже здесь стоит. С этой стороны справа орден францисканцев. Вон первый Франциск Азизский. Его так прозвал папа, французиком называл. Потому что часто ездил во Францию с товаром. Вот такая площадь здесь. Здесь народу не так много, как в остальных городах. Но все же, чем больше мы посмотрим, тем лучше. Экскурсия будет длиться всего час двадцать. А потом мы уже поедем в отель. Кстати, посмотрите. А это монахи. Вот они монахи. С ними фотографируются все. Не знаю, буду ли я фотографировать. Вообще, этот храм я буду рассказывать. Мы только что были в соборе базилики. Но, к сожалению, там нельзя ни снимать, ни фотографировать. Мы посмотрели очень красивые фрески. И посмотрели истории про Франциска. Узнали про монах. Потому что монахи делятся на три типа. У них есть три узелка на поиске, которые обозначают три символа. Тут находятся кельи монахов. Их сейчас всего лишь семьдесят келей. Раньше их было намного больше. А здесь вот колодец. Смотрите, пожалуйста. Отлично. А вот, ребята, монахи. Посмотрите. У них серый и черный ряс. Они принадлежат к третьему ответвлению монахов. И у них, видите, по три узелка на поясе. Это значит, что они отказались от трех благ, от которых нужно отказаться для того, чтобы стать монахом. Ну что, друзья, мы сейчас вышли с храма базилика Святого Франциска Азийского. Хотелось бы сказать, что мы были и в нижней части, и в верхней части храма. Вот такой он красивый снаружи. Посмотрели главные достопримечательности Азизи. Это различные экскурсии. Отсюда можно видеть... Экскурсия окончена по Азизи. Сейчас хотелось перекусить, сходить наконец в Макдональдс. У нас в Казахстане нет Макдональдса. Я, по-моему, говорила, повторюсь. Поэтому всегда, когда я еду в Европу, я злоупотребляю этим. Но, на удивление, еще ни разу за все шесть дни пребывания нас в Италии ни разу не нашелся Макдональдс. Поэтому, увидела сейчас табличку в пяти минутах Макдональдс. Но, кажется, на машине, пешком далекойки. Взяла джелатокон фрагула эспаньола с кубникой. Так что буду кушать, а то она течет. Всем привет! Наконец-то мы доехали до нашего отеля. Мы сейчас... Я даже не запомнила пока еще название этого отеля. Просто въехали и сказали, что мы даже не разочарованы, потому что розетка работает. Wi-Fi есть. Wi-Fi есть? Wi-Fi есть. И номер очень приятный. Очень такой в римском стиле, можно сказать. Смотрите, мы заходим. Здесь у нас кондиционер, шкафчик. Там туалетная комната. Я вам сразу хочу показать, потому что я потом забываю или становится бардачной и снимать просто невозможно. Вот это вот первая кровать. Она двуспальная. Холодильник. Телевизор, который никогда не нужен. Розеточки. Я уже поставила свой телефон. Так, вот такая вот картина висит над кроватью. Видите, как красиво. Потом мы заходим вот в отдельную комнатку. Это так, правда, похоже, как в старые времена. С занавесочками. Открываются занавесочки. Открывается дверца. Мы заходим. Мы тут уже немножко разложились. Обращайте внимание, шкафчики большие. Вот. И кроватки вот такие вот. И давайте посмотрим, какой вид из окна все-таки. Вид из окна неплохой. Вот здесь вот домишки такие. Кстати, это находится в городке Урбино. В том самом городке, в котором была у нас первая остановка в отеле в Италии. И сейчас приводим себя в порядок. Пойдем сейчас, наверное, посмотрим окрестности. Что-то нужно перекусить, потому что мой обед заключался в куске арбуза. И, как вы помните, то я съела только половину. Вот, ребят, смотрите. Эклипси. Такая красота. Смотрите, вино как красиво подается. Мы заказали пол-литра. Вот такая красота. Пол-литра. Очень здорово. Пицца. Вино, кактус, хлеб уже принесли в таком пакетике. И тут очень-очень красиво. Называется Ильджардина Дигалла. Сад курицы. И тут все в куринке. Курочки во всюду такие. Сувенерчики. Очень мило. Так что мы кушаем. Вам вон аппетит, те, кто кушает. Вот это наши водители. Водители. И... Пачи Сальвадора. Вкусно? Я еще не знаю. Как вы это делаете? Вот, смотрите. Друзья, мы поужинали. И пришла необычная идея спонтанная. Пойти на поле. Расстелить пледы из номера. И сесть посмотреть на звезды. Смотрите, вот там впереди какой-то город. Наш, наверное, огоньки. Вот тут вот у нас звездочки. Вот они, крайние уровни. Почему-то не видно ничего. Звездочек не видно. А давайте помолчим минуту. Тишину? Да. Тишину поймаем. Удивили все странные девушки. На природе у меня были в большом городе живы. Собачки мало гавкают, да? Мало. Ахахахахахаха Ахахахаха Ахахахахх๊ Thien Новые беруны Курафеха Субтитры создавал DimaTorzok Backbeat, the world is on the street But a fire and your heart is out I'm sure you had it all before But I never really had a doubt You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world It's not the only one I hope someday you'll join us Продолжение следует...